Взрослые Каждое утро, раннее утро, в городе школьном, еще не разбуженном, заспанном будто, садимся за партии. Доброе утро, Владимир Альбертович. Доброе утро. Доброе утро. Так что беспокоиться не о чем. И ключ от сейфа в надежной месте. Ну что ж, придется включить тяжелую артиллерию. Добовой-добовой. Поиграл и отдай. Это Маша. Она всегда получает только пятерки. Прямо чудо какое-то. Это Степа Уткин, отличник. В смысле, напрямую отличается от Маши. Если он получал в своей жизни пять, то только от своего друга Юрика. Это самая красивая девочка нашей школы, Лариска. По крайней мере, она сама так считает. А этот школьник действительно является самым сильным, самым умным и самым красивым учеником нашей классной школы. Так уж вышло, что это я. Кто-то не переобулся, что ли? Мимо меня и муха без сменки не проскочит. Это исключено. Может, кто-то и проскочил? Не может быть. Не может быть, говоришь. А мыть-то ты можешь, Николай. Гнездо, гнездо. Я сокол. Все чисто. Чисто. Нет, тетя привезла из Милана. Из новой коллекции известного итальянского модельера. Эксклюзив, да? Такой красивый. Кошмар! Ты посмотри, не успели в Милане шить, уже поделки продают. Пора. А под действием молотка, сила которого увеличивается благодаря увеличению скорости механических махов моего физического тела, гвоздь легко входит в древесину, благодаря тому, что плотность гвоздя гораздо выше плотности древесины. Ай! При столкновении молотка и моего пальца возникает характерный звук, свидетельствующий о том, что чувствительность человека, которому принадлежит палец, гораздо выше чувствительности металла, которому принадлежит молоток. А-а-а! Кто придумал этот замечательный молоток? Ладно, мы тут с ребятами подумали и решили после уроков пойти в парк на аттракционах покататься. Ты с нами? Некогда мне в ваши детские игры играть. У меня сейчас ответственность за все имущество нашей династии. В каком смысле? Бабушка с дедушкой уехали во Францию на отдых. И оставили мне ключи. Это вы можете себе позволить там парки, аттракционы. А я человек ответственный, серьезный, как говорится, надежный. Так что все драгоценности, банковские карты, итальянская мебель, английский сервис и система «Лунный дом» у меня вот здесь. Ну и фантазии у тебя. Драгоценности, банковские карты. Так и поискало, что тебя родители одного никуда не отпускают. Нет! Что вы наделали? Я же целый час готовила доску к самостоятельной работе. А, ну я-то не знала. Ладно, сейчас все заново напишу. Вот и все. Да и лофта. Ларис, не надоело тебе постоянно себе фоткать? Вообще-то я расписание фотографирую. Ага. Толик, стоять. Толик, дай мне свой телефон. Ты мне очень нравишься. Свободен. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. Девочки, посмотрите, какую смс-ку мне Толик написал. Ого! Да вы жених и невеста. Телетелетесто. Девочки, перестаньте меня смущать. Телетелетесто, жених и невеста. Ты представляешь? Давай всем расскажем. Ученики мои, сейчас мы проведем соревнования. Кто первый перейдет на другой уровень сознания с помощью медитации, тот и победил. Раз, два, три. А где дети? Старший на работе, младший в армии. А твои? А мои на другом уровне сознания. Чего? Я говорю, получаю знания на других уроках. О-о-о. Наверное. Владимир Альбертович, что-то случилось, я вас не узнаю. Потерял ключи от сейфа. Сейфе очень важный документ, очень важный. Да вы что? Это вы по адресу обратились? Главное, не паниковать. Я же закончил курс у сыщиков. Так что для меня ключ это вообще не проблема. Я эти ключи как орехи щелкаю. Сто баллов по ключу и сканеру. Итак, где конкретно вы потеряли этот ключ? Так откуда же я знаю? Не, ну я точно знаю, что я потерял его в школе. Школа большая, ключ маленький. Извините, но сыщицина здесь бессильна. Что? Сыщицина. Это как медицина, только сыщицина. Это у нас, у профессиональных сыщиков, шутка такая. Понятно. Ну именно там спасибо. Да не за что. Вы это, если что, обращайтесь, я всегда рад вам помочь. Я возьму. Угу. Ой, кажется, нас тут заперли. Как заперли? Что ж теперь делать? Может быть, это сама судьба заперла нас тут? Да какая судьба? Это точно Уткин. Только у него хватит мозгов на такую глупую шутку. Почему сразу глупую? Так, открыть мы ее не сможем. А сможем выбить. Нам нужен рычаг. Какой рычаг? Чтобы открыть дверь, нам нужен рычаг. Точка опоры и силы. Так, если не я, а ты будешь воздействовать, то силы будет больше. И, соответственно, рычаг может быть меньше. Все понятно. Кирилл, ты слишком много слушаешь музыки. Я вынуждена забрать это твое устройство. После урока взойдешь ко мне. Третий трек. Самый-самый. Рекомендую. Как они это слушают? Вот в наше время? Все. Идеальная чистота. Стоп. Вот ты мой спаситель. Что? Ну, топтал, говорю. Как тебе не стыдно. Ну, иди сюда. А побегай тут немножко вокруг. Вот ты мой миленький. Что бы я без вас делала? Понимаешь, в сейфе находятся очень важные документы. Если я не найду ключ, то Стелла Артуровна мне... Владимир Альбертович, я по поводу документов. Вы не волнуйтесь, Стелла Артуровна. Ключи от сейфа находятся в очень надежном месте. А какие ключи? От компьютера. Пароль. Какой пароль, Владимир Альбертович? Не бейте в голову. Пароль. Дети, посмотрите на табличку. Осторожно, скользкий пол. Нельзя бегать. Школа вам не стадион. Понятно? Что, Николай-сан, завидуешь детям? Сам уже бегать не можешь, надо и другим мешать, да? Это я-то не могу. Да я любого обгоню на раз-два. Спорим? Спорим. Разбей. Кто последний добежит от спортзала, тот старая спешая улитка. Раз, два. Говорил же, школа не стадион, а ты. Побежали, побежали. Владлен, а ты чего не ешь? Да так, чего-то не хочется. Ты же сам говорил, есть надо всегда. Тогда голова хорошо работать будет. Ну, не хочет он есть, что ты его заставляешь? Ты лучше мне свою порцию отдай, что Дедигина ругаться будет. Ну, мы с тобой друзья, и я тебя прикрою. Это ты из-за потери ключей? Так это правда? Да. Тогда ты тем более зря не ешь. Я в одном фильме видел, что главный герой нашел то, что он искал на не своей тарелке. Ну да, так и поверил в ваши сказки. В общем, смотрите. Я сейчас сяду на столик в позе лотоса и войду в состояние самати. В какое состояние? Самати — это высшая форма медитации. Так написано в этой книге. Ага. И что дальше? Так вот, когда я войду в состояние самати, я подам вам знак. И вы сразу же уберете с под меня стол. Но вы же упадете. Не упаду. Я останусь висеть в воздухе. Так написано в этой книге. Закон всемирного тяготения, сила тяжести, гравитация. Так написано в этой книге. Да-да-да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Круто! Только я никого не просил. Ребята сами вызвались мне помочь А я наоборот. Ничего не теряла Ключ нашел! Ключ на 13. Большая редкость! Юрий, так и с ума можно сойти Ладно, ладно. От такого редкого ключа отказываешься Ого! Ключ на 13! Это большая редкость. Где взял? Нашел! Удачливый! Если бы кто-нибудь нашел бы мой ключ А мы как раз поисками моего ключа занимаемся Можем и ваш поискать заодно Рада! Это бы было просто замечательно! Я и фотографии ключа распечатал. Вот, смотрите Ну что? Будем искать вместе? Да! Владимир Альбертович! Владимир Альбертович! Става Артурна Я по поводу проверки из методического кабинета Проверки Секундочку Секундочку Да-да-да! Слушаю! Машина мою эвакуирует! Никогда не думал, что скажу вам об этом, но Огромное вам спасибо! Владимир Альбертович! Откуда у тебя этот ключ? Нашел Отдай его мне! А зачем? За заслуги перед школой Отрадник Николай Награждается грамотой Лучший сыщик города! Это я его потерял! Мне кажется, или тут Запахло обманом? Хорошо, проси, что хочешь Уберешься в спортзале? Хорошо! Прямо сейчас! Замет она Смотри, ключ не потеряй! И как уберешься, зал закрой! Чего? Я говорю, полы можешь не мыть! Хорошо, спасибо! Охрана! Ребята, сегодня вы поступили, как настоящие сурикаты! Именно они, ради своего семейства, готовы часами стоять на задних лапах и наблюдать, не приближается ли опасность! И когда мы с Ладленом попали в опасность, каждый из вас старался нам помочь! Это бабушка с дедушкой пишут! Прекрасно! Они, оказывается, никуда не улетели! Перенесли рейс! Хотят забрать ключи! Отлично! Давай, я сейчас им все объясню! Алло! Это Владимир Альбертович! Я тоже потерял свои ключи, да? Ну, что ж, с каждым бывает! Ну, мы все вместе искали, но не нашли! Что? Переключительную громкую связь! Хорошо! Переключаю! Влад-Леша, мы забыли тебе передать ключи! Они были все время с нами! Ребята, спасибо, что помогали нашему внуку в поисках! Вам спасибо! Ура! Молодцы! Непривык! Стоп! Ну, как я его отключить? Я не знаю! Можно? Да-да, пожалуйста! Пожалуйста! Вот как его открыть? Ключ! Владимир Альбертович, как договорились, провела дезинфекцию! Жуки теперь точно не заведутся! Как новенькие! Огромный, человеческий вам! Спасибо! До свидания! Да! Сегодня мы поняли, что безвыходных ситуаций не бывает! Всегда найдутся те, кто тебе поможет! Владимир Альбертович! Да-да! А, вы за этим, пожалуйста! Нет-нет-нет! Я целый день хочу вам сказать, что проверки из методического кабинета сегодня не будет! Так вот, что он делает! Ну, не волнуйтесь! Так, у меня будут надежные в сейфе, а ключ от сейфа будет надежный! Вот так! А вот, кстати, и эти надежные руки! Спасибо! Надежные! Рука! Школа, лучшее время, чтобы читать книжки! Дружить, любить, делать домашние задания! Но мы вырастаем из коротких штанищек! Школа, прекрасная, классная школа! Скоро увидимся! А пока... До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Ессуи распределяет кроли Невыкновенный школьный день! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok